Это Богом забытый Пятачок, который документально, согласно постановлению 98 года, подлежит отселению уже с 98 года. Всех отселили. Он здесь. Раз он здесь остался, это санитарная зона, то условия же какие-то должны быть созданы. Здесь стоит эта больница. Вот сейчас мы все смотрели. Вот там склон. Вон там внизу стоят наши дома, наши дворы. Вот эта вся грязь, вот эти нечистоты, все туда стекает. Все туда стекает. И все находится во дворах. Все находится во дворах, вся эта грязь. Это несмотря на то, что это санитарная зона. Я не знаю, почему эту больницу, какой чертой они как провели. Я видела в бумаге, что получается, что ту больницу находится не во втором, а в третьем. Как она оказалась в третьем, непонятно. Но дело даже не в этом. Она даже в третьем поясе не может находиться. Вывоз мусора абсолютно не организован. Она проезжает на скорости по центральной улице. Этот просвистит. И на скорости толпы женщин бегут с кульками и как эти пытаются успеть забросить. 20 лет. Вот это весь склон, весь склон, вот так вот, весь загажен. И все вокруг больницы находится вот в таком же состоянии. А если не хуже, просто там уже лес, это все стоит. А здесь вот так все по склону, и все это идет в поселок. Каждый дождь, каждая вот эта сель сходит. Вот так вот все по поселку в мусоре. Это просто не мусор. Тут больничный мусор. Сюда ходят военные здесь, посты там. Военные и милицейские посты. И мы их запускаем. И определенные машины, которые запускают, там еще и звездковый завод, рабочие. И КАМАЗы, в общем, их, которые возят. И здесь, и там, ГРАВИ, все, что попадает. В общем, определенных машин мы запускаем. Определенные машины запускаем. И вот тогда, в 2004 году, при пересмотре ГРАВИ, вот это стало первым поясом. Вот, вот эта часть. А вот это стало вторым. А до 2004 года это все было первым поясом. Но разницы никакой. Даже они пересмотрели в 2004 году. Данное постановление все равно содержало отселение оставшихся семей. Сам факт отселения не был упразднен. Он до сих пор в селе. Но они не хотят исполнять. Это при том, что Минфин им перечислил деньги в полном объеме. Вот это все здесь просто челома, травой поросли. Это мы прямо сейчас на водозаборы выйдем. Буквально там в 20 метрах водозабор начинается. Это еще цветочки. Вот отходишь, да, вот отсюда. Повернись назад и вот опять застени поселок, что мы рядом. А вот разрушенный дом. Это тоже важно. Потому что поселок полуразрушен. Ну вот такие свалки сейчас по всей этой дороге туда нас приведут. Это тоже вот фундаменты, порушенные дома. Это то, что в основу легло экскертиз 2004 года. На основании чего? Вот так вот это все вниз. Сейчас мы до нашей речечки дойдем. Которая прямо в водозабор. Ой-ой-ой. Это еще цветочки. Иди, иди. Тут и справа то же самое. Просто в крапиве. Вот это все там. Вот она улица, вот дома. От каждого вот сюда стекает. Чувствуешь, как воняет? И вот она пошла. Вот так. Вон туда. И вот где мы тогда снимали. Вот так она проходит. И пошла на теле. Она покрывает? Да, да. Вот. Где пост снимали, вот это вот она. Вот эта вот земля чур разрыта. И оттуда целлофанки торчат. Это просто сверху закопанный мусор. Он просто зарыт. Его никто не убрал. Он там есть, и он закопан. Вот откуда вот эти мешки из-под земли торчат. Вот она канава. Вот она канава. Вот так идет. Иди вот здесь встань. Вот отсюда, вот сверху. И вниз вот это все стекает. Направление же видно воды, куда идет направление? Все опять-таки туда. К тереку. И вон, посмотри, что там в конце творится. Когда дождь, все сверху. Это сточные канализационные воды. Так по поверхности, по всему поселку стекают. Вон там халубска. Вон там халубска. Вон там халубска.